Как правило, в эти предпасхальные дни многие поспешили навести порядок на дачных угодьях. Зная об этом, сотрудники МЧС свою профилактическую работу решили сделать более методичной и точечной. Они активно проводят мониторинги, в рамках которых напоминают гражданам об основных правилах, которые нужно соблюдать, разводя костер на своем приусадебном участке. Перед тем, как начать сжигать мусор на территории жилых домов, нужно выбрать расстояние 10 метров от зданий сооружений, выбрать площадку на негорючем основании, чтобы не было распространения горения за пределы сжигаемого мусора, выбрать день, чтобы не было ветра, постоянно контролировать процесс и обеспечить первичными средствами прожатушения. Соблюдая одно необходимое условие, не забудь про другие. Этот житель одного из садовых товариществ решил навести порядок вдоль небольшого водоема. Да, средства тушения рядом, однако в нескольких метрах от костра забор, поэтому пламя было настоятельно рекомендовано потушить. Тот мусор, который невозможно сжечь, мы просто увозим на мусорные свалки, помогая им. И вот здесь, собственно говоря, мы сжигаем просто мусор и все. Здесь же находится у меня рабочий, который находится в районе воды, который может это все быстро очень затушить, если что. И таких случаев немало. К сожалению, человеческая беспечность и халатность в отношении себя и своей безопасности нередко становятся причиной трагедии. Сотрудники МЧС призывают граждан задуматься. Если разум и ответственность вверх не возьмут, действовать начнет буква закона. Присмотрена административная ответственность от предупреждения до 30 базовых величин. За выжигание сухой растительности на корню от 10 до 40 базовых величин. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.